С помощью нашей новой подборки лайфхаков для хендмейда, ты узнаешь невероятные способы использования резинок. Девушки отдыхают. С помощью нашей новой подборки лайфхаков для хендмейда, ты узнаешь невероятные способы использования резинка. С помощью нашей новой подборки лайфхаков для хендмейда, ты узнаешь невероятные способы использования резинки. Сдвигаем их к низу. Закрепляем веточки на стакане с помощью резинок. Размещаем их рядом друг с другом в один слой. Украсим сухоцветом. Фиксируем стебельки резинками или крепим термоклеем к веточкам. Закроем резинку бечевкой. Фиксируем горячим клеем. Оборачиваем несколько раз. Проклеиваем каждый виток. Зафиксируем конец бечевки. Такой эко-декор отлично подойдет для украшения стола. Стакан можно использовать как подставку под канцелярию или кистью для макияжа. А если поместите свечку, то получится необычный и стильный подсвечник. Мы уже показывали в наших роликах несколько лайфхаков для распознавания зарядок и удлинителей. Сегодня расскажем еще об одном. Отрезаем небольшой кусочек от трубочки для коктейля. Разрезаем его вдоль и отрезаем небольшую полоску. Надеваем разрезанную трубочку на шнур возле USB разъема. Хорошо прижимаем и надеваем резинку. Наматываем несколько раз. Ниже добавим резинку другого цвета. Сделать это совсем не сложно, зато теперь ты точно не спутаешь свою зарядку ни с чьей другой. И самое главное, трубочка и резинки не дадут проводу заломаться. Ты не поверишь, но с помощью цветных резинок можно делать настоящие картины. На листе картона рисуем бабочку. Разрезаем резинки. Наносим полоску универсального клея по краю крыла. Приклеиваем резинку, аккуратно прижимаем по всей длине. Также приклеиваем второе крыло. Берем другой цвет. Продолжаем приклеивать резинки, добавляя по одной. Обрезаем лишнее. Покрываем крылья резинками. У нас получилась чудная бабочка, очень яркая и необычная. Ей точно найдется место на полке. Чтобы сделать яркую подставку для канцелярии, понадобится всего пару минут. Для этого нам понадобится невысокий стеклянный стакан и резинки. Надеваем две штуки на разных уровнях. Располагаем мелки вокруг стакана и закрепляем резинками. Круто! В таком разноцветном холдере можно хранить всякие полезные мелочи. Если хочешь порисовать, нужный цвет сразу можно найти. А можно рисовать сразу всеми. Достаточно перевернуть стакан и провести им по бумаге. Вечно что-то выпадает из тетради или блокнота? Поможет резинка! Фиксируем ее термоклеем к задней части обложки изнутри. Когда застынет, резинка будет надежно прикреплена. На лицевую часть приклеиваем кусочек пробки. Зацепим резинку за пробку. Это простой и оригинальный способ закрыть на замок твою записную книжку. А если надеть резинку на книгу, то получится надежная закладка и нужная страница найдется одним движением. К тому же, если резинка надета на обложку, то книга точно не откроется в рюкзаке и листы не заломаются. По такому же принципу зафиксируем отдельные листы на картоне, чтобы быстро получить папку-планшет. Покажем еще один лайфхак, который поможет создавать картинки с помощью резинок. Наносим клей на картон. Фиксируем резинку. Формируем узор. Делаем веточку с листочками. Окрашиваем ее губкой с акриловой краской. Делаем отпечаток на листе бумаги. Хорошо прижимаем, стараясь не сдвинуть. Получился четкий оттиск. Таким образом, можно сделать множество веточек одинаковой формы. Цвет можно варьировать. Это пригодится для оформления скрафт-бумаги, альбомов и открыток. А в этом стакане будет очень удобно сушить кисти. Для канцелярии он тоже отлично подойдет. Надеваем резинки на стакан ближе к середине. Так они не будут соскальзывать. Трех штук будет достаточно. Следующие резинки надеваем крест-накрест. Потратив шесть резинок, мы получили простой и оригинальный холдер для канцелярии. Теперь карандаши и кисти можно удобно расположить и не бояться, что они рассыпятся в самый неподходящий момент. Нам всегда хотелось проверить, можно ли сделать мячик попрыгун из обычных резинок. Давай проверим. Нам понадобится много разноцветных резинок. Завязываем одну на узел. Второй тщательно обматываем первую резинку. Продолжаем наматывать резинки, чередуя цвета. Стараемся сформировать шар. Получился симпатичный мячик, который удобно держать в руке. Проверим его в действии. Попробуем стереть карандаш. Наш мячик-ластик справился с задачей на отлично. А еще он так здорово прыгает. Надоела старая рамка для фотографий. Давай ее обновим и сделаем из нее холдер для бижутерии. Отгибаем скобы и вытаскиваем задник. Вынимаем стекло. Оно нам не понадобится. Надеваем резинки на заднюю часть с подставкой. Рамку можно окрасить в любой цвет. Используем губку и акриловую краску. Вставляем задник. Закрепляем его скобами. В качестве фона можно использовать любую цветную бумагу. Теперь серьги и цепочки не потеряются. Также можно надевать резинки другим способом. Так места для украшений станет еще больше. Рамка без задника также подойдет. Надеваем много-много разноцветных резинок. Перекрещиваем. Меняем направление. Перепутываем их чуть под наклоном. В местах пересечения будут отлично располагаться серьги. Попробуем наш новый органайзер для украшений в действии. Отлично! Чтобы каждый раз не искать нужный карандаш, сделаем удобный холдер из обычного одноразового стаканчика. Надеваем на него две резинки. Одну снизу, вторую сверху. И вставляем карандаши. Теперь они как на ладони. Выбирай тот, что нужен и рисуй. А в сам стакан можно сложить все, что угодно. А теперь сделаем с помощью резинок скраб бумагу с круглым орнаментом. Покрываем бумагу акварельными красками. Смело смешиваем цвета прямо на листе. Добавляем побольше воды. Размещаем резинки в произвольном порядке. Когда краска высохнет, снимаем их. Резинки оставили свои следы и на бумаге появился интересный орнамент. Оказывается, обычные резинки очень удобно применять в творчестве. С их помощью мы сделали яркие холдеры, органайзеры, картины и даже пополнили коллекцию ластиков. Подписывайся, у нас уже целая серия лайфхаков для хендмейда. Жми пальцы вверх и звони в колокольчик. День! Это вышло новое видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова